Всем привет! Меня зовут Юля, и я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у меня такое первое влоговое видео. Наверное, в честь этого в Москве так солнечно. Я уже, если честно, даже не помню, когда в последний раз была такая хорошая погода, такой благостный настоящий зимний денек. Я приглашаю вас отправиться вместе со мной на настоящую книжную охоту, на те самые знаменитые московские книжные склады, где можно дешево купить много книжек. Я уже взяла с собой, значит, шоппер, подготовилась, сняла наличкой тысячу рублей. Я решила себе установить такое, ой, ограничение денежное, потому что боюсь, что начну сметать с полок все подряд, а хочется брать только самое нужное. Так что ставьте лайк этому видео, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если еще не успели, потому что наверняка будет сегодня здесь что-то очень интересное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Выбрались наконец-то из метро. Я, кстати, ненавижу эти станции, вообще, в принципе, вокзальные станции, потому что здесь обычно всегда очень много людей и не всегда приятных, поэтому не люблю сюда приезжать, но из преимуществ это довольно близко от моего дома, поэтому такое у меня маленькое совсем путешествие получается. вот мы же приближаемся совсем рядышком. Я, кстати, на книжных складах в первый раз никогда здесь не была. Сегодня выходной день, воскресенье. Думаю, что не только мне пришла в голову такая идея. Надеюсь, что здесь будет не слишком много народу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня с тысячи осталось уже только 410 рублей, а у нас еще второй склад, так что придется покупать только самое нужное. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Первый мне понравился чуть больше, там мне показался чуть больше ассортимент, больше каких-то популярных серий, книги расставлены плюс-минус так, чтобы ты мог в них ориентироваться, например, там, медицина с медициной, психология с психологией. Еще два склада, которые здесь располагаются в одном помещении, там немножко бардак, там не разрешили снимать, и в целом такая, знаете, немножко напряженная обстановочка, поэтому мне они понравились чуть меньше, но ничего страшного, несу полный шоппер книжек, удалось купить целых шесть штук. Скажу честно, я свой челлендж с тысячей провалила, на 200 рублей превысила свой лимит, ну, надеюсь, вы меня простите, потому что книги, правда, хорошие, и как только сейчас доберусь до дома, с хорошим звуком, с хорошим светом, вам все обязательно покажу и расскажу. Я, наконец-то, дома, чудесный день, очень приятный, очень солнечный, было здорово вот так погулять, особенно, когда ты несешь на плече кучу книжек, гулять вдвойне приятнее, ну, и вообще день, когда ты покупаешь новые книги, он плохим априори быть не может. Я готова вам, наконец-то, показать свои покупки. Начнем с книги «Загадочное ночное убийство собаки» Марка Хэддена. У меня вот этого издания еще на полочках нет, первый такой экземпляр. Мне понравилась очень красивая такая белая серия, она называется, кстати, «Белая птица», выпускает ее издательство «Эксмо». Я эту книгу уже читала, когда училась, мне кажется, на первом курсе в электронке, она мне очень понравилась. Решила купить, во-первых, потому что точно когда-нибудь захочу перечитать. Купилась, опять же, повторюсь, на красивую обложку. Во-вторых, мне хочется, чтобы ее прочитал мой муж, он читает книги только в бумаге, доверяет моему вкусу. Мне иногда прям кажется, что какая-то книга ему особенно понравится, и я ему ее подсовываю. Вот эту обязательно подсуну, потому что думаю, что это прям его тема. Здесь у нас речь идет о подростке, которого зовут Кристофер. У него расстройство аутического спектра. Он находит во дворе труп соседской собаки и решает провести собственное расследование, еще даже не подозревая, что оно, можно сказать, перевернет всю его жизнь. Мертвая комната Уилки Коллинза. Хочу в этом году познакомиться с этим автором. У меня есть в собрании сочинений у родителей на полках лунный камень, но почему-то у меня как-то руки к нему не тянутся. Хочется начать знакомство либо с мертвой комнатой, либо с женщиной в белом. Я как раз думала, что куплю женщину, но что-то она мне на глаза сегодня нигде не попалась, поэтому взяла мертвую комнату. Тут у нас умирает одна леди. У нее остается муж и маленькая дочка. И на смертном адре эта леди открывает своей служанке какой-то страшный секрет, чтобы служанка записала его и передала ее мужу, ее семье. Но служанка почему-то так этого и не сделала. То есть секрет остался секретом. И, вероятно, разгадать его предстоит, наверное, ее дочери. Я так подозреваю. Кстати, я забыла сказать про загадочное ночное убийство собаки. Она мне стоила 190 рублей. А эксклюзивную классику я купила по 100. Вот как раз-таки еще одна 100-рублевая книга. Это Илиада Гомера. Никита очень сильно удивился, когда я ее взяла. Он такой на меня посмотрел и сказал, что ты что собираешься это читать? Он просто забыл, что я участвую в марафоне 52 великих книги. Я напомню, в одном телеграм-канале Drink Coffee Read Books одна энтузиастка решила составить список книг, которые, по ее мнению, нужно прочитать, чтобы мало-майски начать как-то немножко разбираться в мировой литературе. Эта девушка-филолог, переводчик, то есть она не с бухты-барахты этот список составляет. И мне захотелось присоединиться к этому челленджу. Его суть читать по одной великой книге в неделю. Настя специально выбирает книги не очень большого объема, но я пока не прочитала еще ни одной. Там уже в чатике обсуждают Акулея. Илиада была как раз-таки второй книгой, первой был Эпоса Гильгабеша, а я безбожно отстаю. Решила купить ее в бумаге, потому что так, мне кажется, шансы прочитать ее все-таки увеличиваются, нежели в электронке. Плюс я планирую читать ее вслух, потому что по опыту многих людей она так гораздо лучше понимается и воспринимается. Георгий Шилин. Прокаженные. История Лепрозория. Я очень обрадовалась, когда встретила эту книгу, потому что она лежит у меня в хотелках, в отложенных на лабиринте. Там она стоит 500 рублей. Я ее взяла всего за 200 рублей в идеальном состоянии вообще, новую абсолютно. Очень была рада. Вы, наверное, помните, я рассказывала, что я люблю книги врачей и про врачей, и про мою несбывшуюся мечту стать хирургом. Здесь мы изучаем вопрос, что же такое Лепрозорий, что там происходило, как там лечили людей от проказы. Несмотря на то, что такая, знаете, современная обложка, эта книга была написана в начале 20 века. Расцвет творчества Шилина пришелся на 20-е и 30-е годы. Его хвалил сам Горький, кстати, его первые книги. Эта книга появилась, потому что Шилин однажды приехал в родной город, захотел там встретиться со своим другом, и выяснил, что друг его прокаженный теперь и лежит в Лепрозории. Шилин посетил этот Лепрозорий, его очень заинтересовала вся эта тема, и он стал ездить по разным городам и посещать Лепрозорий там, исследовать этот вопрос, советоваться с врачами. В общем, здесь все серьезно. Это не просто там какой-то художественный вымысел, она все-таки основана на каких-то реальных событиях. Осталось у меня еще две книги, которые я купила на втором складе. Предыдущие четыре были все с первого, который мне понравился больше всего. Здесь у нас Курт Вонегуд, Колыбей для кошки и Бойни номер пять. Я, если честно, когда прочитала аннотацию первой истории, ничего не поняла. Со второй чуть попроще, там доброволец американской армии попадает в плен и становится свидетелем практически полного разрушения Дрездена. И вот на основе этого Вонегуд пишет Бойни номер пять. Тема сложная, поэтому не знаю, приступлю ли я к книге в ближайшее время, но тем не менее в библиотеке ее иметь мне хотелось. Поэтому я решила ее купить. Стоила она мне 250 рублей. Ну и последний лот. Это случайная вакансия Джоан Роулинг. Если я не ошибаюсь, это была такая первая громкая книга Роулинг после Гарри Поттера, когда про нее наконец-то стали говорить не как прописательницу одного цикла. Это детектив. Про тихий английский городок, где скоропостижно умирает член местного совета. И все в абсолютном шоке, потому что в городке, повторюсь, тишь, гладь да благодать. Никто не понимает вообще, как это произошло. Книжка стоила мне 350 рублей. Я хотела проверить, сколько она стоит сейчас в онлайн-магазинах, но, если честно, я ни в одном не нашла ее в вот таком в твердом переплете. Кое-где есть в мягком, соответственно, стоит она подешевле, а в переплете уже вроде как нигде нет. Это здорово, если я урвала, можно сказать, сегодняшний раритет. Ну что ж, вот и подошла к концу моя книжная охота. Я очень рада, что это время вы провели вместе со мной. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. Все эти действия очень помогут продвижению моего пока еще довольно маленького кижиного канала. Ну а я буду с вами прощаться. Всем пока, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok